Всем привет, дорогие друзья! С вами Яксенанс и сегодня мы продолжаем проходить вторую доту. Да, как бы это глупо ни звучало, но мы проходим вторую доту. Сегодня у нас новый сценарий и называется он Перемещение. Благодаря этому сценарию вы научитесь двигаться, хотя бы просто передвигаться, как змеюка чистая, ходить и всё будет у вас огонь. Давайте посмотрим, что нам тут приготовил, так сказать, Valve. Погнали! У нас тут есть фейзы, это артефакт, который позволяет вам быстрее передвигаться. Нажимая на этот артефакт, вы, конечно же, будете бегать чуть-чуть побыстрее. И в этом-то и суть. Погнали! Наступили мы здесь на задание и у нас тут есть, смотрите, задание. Перемещайте героя к следующей мете, передая камеру, подводя курсор мыши к краю экрана. Если вы хотите вернуть камеру на героя, нажмите на его портрет. Не обязательно. Можно нажимать на F1, можно на Ctrl-1, образно забиндить Ctrl-2 или Ctrl-1. То есть, когда вы нажимаете Ctrl, вы можете забиндить. То есть, вы зажимаете Ctrl, зажимаете единицу и у вас герой становится на единицу. И погнали! Что у нас тут есть? У нас тут такой простенький лотшафт и мы сейчас его будем проходить. Передвигаем тут между лесов, можно даже между деревьев побегать вот так вот по кругу. Это, в принципе, все сделано для того, чтобы вы немного привыкли к текстурам Dota 2. Так что не забывайте, ребятки, что это очень даже полезно. Погнали! Даже для меня это полезно, для человека, который 5 лет не играл в эту игру. Погнали! Дошли мы досюда. Следующее. Что у нас тут есть? В следующем месте метки передвигать активно... Активно... Что? У активного заклинания Face Boots есть перезарядка. Ее можно использовать почти постоянно, но в какие-то моменты оно будет полезнее, чем обычно. Это понятно, да. То есть, можно фазики нажать и, конечно же, побежать. Побежали здесь у нас сталактиты, сталагмиты, сталактиты... Сталагмиты, по-моему, внизу, да? Сталактиты сверху, насколько я помню. Ох уж, это вот какая-то вот эта Geography, там, Geography, лол. Осуждаю. Так, ладно, погнали сюда. У нас здесь новая меточка. Пробежали мы чисто по лесам, по полям. Далее, Blink Dagger позволяет перемещаться через непроходимые препятствия. Нам дали здесь Blink Dagger. Это артефакт. Ну, в принципе, каждый артефакт у нас показан в лавке. Здесь, к сожалению, не показано. И с каждым артефактом вы можете сами лично ознакомиться. Конкретно в данный момент нам дали Dagger для того, чтобы мы передвигались намного лучше. Мгновенно перемещает в указанную точку на расстояние до 1200. Предмет нельзя использовать, если в последние 3 секунды его владелец получал урон от вражеского героя или Рошана. Вот такая вот у нас тема. Так, мы тут не можем пройти, да? Ну, тогда, блин, конемся. Вот здесь я... Ну, а вроде как выглядит, да? Знаете, типа, как будто можно тут пройти. А на самом деле тут такой склон неприятный. И мы заюзали Dagger. Давайте дальше по лесам. Можно аккуратненько пройти. Кстати, не забывайте про то, что здесь вы можете с помощью этого леса немного подучиться мансам, вот этим вот кайтам, мансам. То есть для того, чтобы в доте ваше перемещение было более эффективно и чтобы вы были более неуязвимыми в игре, вам необходимо научиться двигаться меж лесов именно правильно. Как легче вас будет убить, когда вы на лоу хп? Когда вы побежите вот-вот так вот? Или когда вы будете прятаться по лесам и не давать противнику на вас нажимать? Конечно же, когда вы будете вот так вот двигаться, вас будет тяжелее убить. Поэтому запоминайте, эта тема очень важна. Передвигаемся сюда, заблинковались. И что у нас тут есть? Так, добейте следующей метки, пройдя сквозь существ. С помощью фейзов мы можем проходить через всех юнитов, которые имеют хитбокс. Здесь это прекрасно показано. Смотрите, то есть мы пройти не можем. Как правило, сквозь существ можно пройти с помощью фейзов. Это понятно, окей. И проходим вот так вот. Можно, кстати, застрять межа этих существ. Если вы не успеете пройти, это все понятно. И сьюзаем фазы и пошли дальше. Что у нас тут есть? На хайгран, кстати, не дает запрыгнуть. Ох, вот это дота 2. Так, у нас тут есть два пути обхода. А как лучше пойти? Кстати, вот тут должны быть кэмпы, насколько я знаю. Погнали понизу. Пойдемся понизу, посмотрим, что у нас тут есть. В принципе, ничего. Выходим на речку. Идем к следующей цели. У нас там еще очень много прохождений. Тут у нас есть руна. Сейчас мы ее подбирать, скорее всего, будем. Так. Руны временно усиливают героя. Подберите руну ускорения, нажав на нее правой кнопкой мыши. И бегите к следующей метке. Руна активируется, как только герой ее поднимет. Да, у нас тут руна ускорения. Наведясь вот так на руну, вы можете спокойно ознакомиться и увеличивать скорость передвижения до максимума. То есть, когда вы ее подбираете, все, вы начинаете бежать очень быстро. Это сигнализирует у нас еще определенный звук. Такое, знаете, ускорение. И вы можете передвигаться очень быстро. Давайте мы вот так вот, такими путями будем проходить, нестандартными. Так, хорошо, к меточке подошли. Нам теперь предлагают изучить прыжок на миране. Так что, ну, у нас тут мираны, в принципе, это понятно. Мираны это определенный герой, у которого есть каждый дотик герой имеет определенные способности. Конкретно у этого героя есть прыжок. И сейчас с помощью этого прыжка мы будем что-то делать. Лип позволяет перепрыгивать через препятствия или запрыгивать на возвышенность. Применение способности лип потратит один заряд. У нас тут три заряда на лип, так что не забывайте. Даггер и файзы нам заблокировали. Смотрите, обратите внимание. И, конечно же, подходим к краю и перепрыгиваем. Все очень просто. Нажали ход KE и прыгнули. Довольно-таки интересное задание. Если честно, я даже не думал, что это настолько будет забавно. Но, в целом, пойдет. Окей. Так, далее идем к новой метке. И, конечно же, подходим. Что нам тут уготовано судьбой? Переместите героя к следующей метке. Forstaff толкает существо или героя на небольшое расстояние. Толкните мешающее вам существо, нажав на иконку Forstaff или на его горячую клавишу. Затем выбрать цель левой кнопкой мыши. Forstaff позволяет проходить через препятствия, нажимать на него дважды, чтобы автоматически толкнуться вперед. Да, это все понятно. Вы можете эту тему перепрыгнуть. Нам, в принципе, я так понимаю, здесь предоставляют понимание, что такое мобильность в доте. И вы можете, в принципе, толкнуть либо крипа куда-нибудь, либо толкнуть самого себя нажатием на Forstaff два раза по бинду. Допустим, у меня выставлены бинды, которые я в первом видосе... Вернее, в первом, да, второй видос у нас был по поводу крипстатов и прочей всякой теме на луне. А первый видос у нас был, как все настроить в целом. Ну и нажав Forstaff два раза на себя по ходке, вы, конечно же, ускоритесь вперед и тем самым проигнорируете либо какие-то заторы, либо, конечно же, можете кого-то толкнуть, и он при этом срубит деревья и тому подобное. То есть, такой смысл. Так, нам предлагают идти вот туда, на основную точку. Можно здесь побаловаться, даже подвигаться как можно быстрее, жать фейзы, Forstaffиться. Ну, чисто для того, чтобы понимать, как это все работает, рекомендую вам зайти на эту карту, конечно, и просто подвигаться, покайфовать. По кайфу, по кайфу. Двигаемся дальше, идем к новой метке. Что нам там приготовили, интересно, я не знаю. Но, наверное, там уже будет конечное, так сказать, ознакомление будет закончено. Так, запрыгиваем сюда на хайграунд. И, в принципе, все, сценарий пройден, ребятки. Для того, чтобы понимать, что такое мобильность в доте, вот этот сценарий отлично подходит. Все, сценарий мы прошли, победка, ребятки. Вот такой у нас коротенький видос. Рекомендую, ребятки, зайти и поиграть это перемещение. Очень коротенький сценарий, но, в целом, более чем понятно, как тут все работает, ребятки. На этом все. С вами был Ксеназус и до скорого.